Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Лекар Евген Комаровский. В программе Бацман. Смотрите просто сейчас. В эфире программа Бацман. Совместный проект интернет издания Гордон и телеканала 112 Украина. Добрый вечер, Евгений Олегович. Здравствуйте, Олеся. Я очень рада вас видеть. Спасибо. И сейчас все ждут, что мы с вами будем обсуждать медреформу, прививки, болезни, эпидемии. И мы, конечно, будем обсуждать... Про сопли и какашки с детским доктором поговорить, это же светое. Обязательно. Но сначала давайте поговорим немножко о другом. Я вам вас процитирую. В интервью с Данилом Гордон вы сказали, власть заинтересована, чтобы нас стало меньше, потому что каждая выжившая бабушка приближает крах пенсионного фонда. Я эту фразу даже вашу цитировала министру соцполитики Реви. Почему... Мне тут даже интересно, что он ответил. Он сказал, я не прав. Нет, мы хотим, чтобы бабушек становилось все больше и больше. Нет, я вам знаете, я вспомнила на его ответе, я вспомнила советский анекдот. Помните, когда еврей стоит и раздает на Красной площади листовки? А к нему подходят люди, забирают его, берут листовки, смотрят, там ничего нет. Он говорит, так тут же ничего не написано. Он говорит, а что писать? Вот, вот, вот. Вот ответ был примерно такой же. Так вот, мой вопрос вам. Почему украинцы так мало живут? Почему такая короткая продолжительность жизни? Ну, прежде всего, потому что украинцы не понимают, что долго жить – это технология. Это даже не только генетика. Понимаете, то есть есть нации, которые живут долго. Ну, там, например, вот я только вернулся из Баку, но реально азербайджанцы при одинаковых условиях живут дольше украинцев. Но, в любом случае, когда мы слышим о том, что жители, там, Франции или Японии, там, имеют среднюю продолжительность, там, 86 лет, средняя продолжительность жизни, это не потому, что все французы занимаются спортом, не пьют, не курят и вообще. Нет, это технология, своевременное обследование, это профилактическая медицина и своевременный доступ человека к тому, что надо сделать с каждым из нас в 60, 70, 80 и так далее. Почему украинские мужчины живут меньше, чем украинские женщины? По дурости, потому что, прежде всего, они не занимаются никогда своим здоровьем. Это просто, вот они ходят, падают и умирают, если повезет, если повезет. А иногда они не умирают, а превращаются в овощей после инсульта и лежат годами рядом с женой, понимаете, которая пытается его прокормить из последних сил этого овоща. И мы, мы, врачи, кричим об этом, может быть, на каждом углу, о том, что, ребята, вы, когда выходите на Майданы, то говорить надо, а вот о чем, вот, вот. Вот, я вчера слушал одного лидера майдановского, который говорил, зачитывал 10 требований Майдана. Так вот, 10 требований Майдана, там не было ни слова о детях, стариках, инвалидах, пенсионерах. Почему мы все время это выпускаем? Почему? А это самое главное. Самое главное, это цель, это смысл считания страны. Это, вот именно это. А как только наши политики начинают говорить об этом, все, у них ноль электората, ноль поддержки. Поэтому они всех нас делят на большие там куски электоральные и занимаются тем, где нас можно поделить и кого-то вовлечь. Потому что говорить о здоровье, это значит объединить. О семье, о детях, это объединить. Кому же надо нас объединять? От нас же, если же нас объединить, мы же с такими политиками жить не будем. Поэтому нас надо что сделать? Поделить. В этом году Украина возглавила бизнес-рейтинг среди самых коррумпированных стран. Как странно, прямо это все так удивлено. Почему? Как почему? Как почему? Потому что в жизни молодой страны, в жизни молодой страны, произошло три события. Три события, которые принципиально все изменили. Первое событие, это оранжевая революция. Которая убила веру украинцев в честное слово. Лидеры оранжевой революции не сделали ничего из того, что обещали. Имея возможности. Второе событие, на мой взгляд, это больница будущего. Политики показали, что в стране можно украсть и даже у детей. Что нет святого, нет ничего. И революция достоинства показала, что даже если вы выйдете на протест против воров, против всех мерзавцев, которые с вами вот это творят. То мы вам раз и навсегда покажем, что от любого протеста вам станет хуже. Понимаете? И это они нам демонстрируют каждый день, чтобы вы уже сидели, вздыхали и не высовывались. Вот это вот главное. И каждое из этих событий должно войти в учебники истории. Я хочу, чтобы мы сняли программу о больнице будущего. Потому что без понятия, что такое больница будущего, у нас никогда не будет ни одной больницы настоящего. Нормальной. Он говорит, что сегодня официально в Украине 60% людей находятся за чертой бедности. То есть по факту, что это значит за чертой бедности? Это значит, что люди не могут нормально покупать себе еду нормальную, не могут нормальную одежду, не могут нормальные лекарства. У них не хватает денег. Что с этим делать? Нет, на самом деле вы четко должны понимать, что когда вы говорите про 60%, которые не могут покупать нормальные лекарства, подлинная трагедия состоит в том, что когда у вас куча денег, вы все равно с высокой степенью вероятности не можете покупать, Нормальные лекарства. Хочу об этом тоже поговорить. Это тоже тема. И главное вот еще что. Люди, которые еще в состоянии трепыхаться, массово выезжают. Вы знаете, у меня моя лента в Фейсбуке, она 5 лет назад была наша, украинская. Сейчас там каждый третий, я уже смотрю, как он живет в Польше, в Израиле, в Америке, в Германии. И это не последние люди, это хорошие люди, которые мечтали жить в Украине. Которые не хотели отсюда уезжать, но теперь они уезжают. А мы обсуждаем, когда мы говорим 60%, это те, кто еще остались. Понимаете? И они уже никуда не дедутся. Поэтому главная задача, что происходит. Каждый месяц мы должны, мне хочется знать, сколько уехало и сколько приехало. И вот это и будет оценка власти. А как вам свежая президентская социология? Я сейчас в порядке убывания рейтингов буду зачитывать. Порошенко, Тимошенко, Вакарчук, Бойко, Гриценко, Рабинович, Лешко. Вот вы бы в этом списке за кого-то проголосовали? Если бы мне из этого всего выбирали, по наличию харизмы, умению общаться и нравиться людям, конечно, на первом месте Юлия Владимировна. Однозначно. То есть, если бы я выбирал из политиков, я бы выбрал Юлию Владимировну. Ну, я вам честно. Из того списка, который у меня сейчас продиктовали. Но я вам объясню. Но когда, причем знаете что? Когда я слушаю Юлию Владимировну, я так умилить, мне так приятно. Но пока она начинает говорить о медицине. А когда она начинает говорить о медицине, я понимаю, что скорее всего обо всем остальном она говорит точно так же. Ну так, может она вас пригласит и с медициной это уже будет хорошо? Вряд ли. Вряд ли. Уже как бы мы эти этапы все уже проходили. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я не буду говорить то, что им хочется слышать. Вы понимаете? Вот и все. Это очень печально. Я вам честно скажу, если бы в президентском списке, в рейтинге и на президентском выборах были вы, ваша фамилия, я бы однозначно проголосовала за вас. Спасибо, Лисочка. Потому что вы, когда любой женщина-журналист, например, когда вы общаетесь с политиком, вы народ. Когда вы общаетесь с артистом, вы немножко поклонница. Когда вы общаетесь с детским доктором, вы очень сильно мама. Поэтому тут вы не объективны. Понятно? Я действительно могу вас научить быть удачной мамой. Я могу вам... У вас огромная электоральная возможность. Да, и самое интересное, что мне даже страшно пользоваться этими электоральными возможностями. Если честно, я прекрасно понимаю, что я могу каждую вторую женщину в этой стране сагитировать. Поэтому я очень боюсь публично называть какие-то фамилии. Если честно. Меня просто грохнут, если я назву не ту фамилию. Но вам же наверняка не раз предлагали выдвинуть свою кандидатуру и пойти на выборы. Вы очень детей. Отцепитесь от меня. Ребята, о чем вы говорите? Послушайте, мы сегодня имеем... Смотрите, какую проблему. Мы наверняка, я прекрасно понимаю, что, коль скоро вы меня позвали, вы все равно пристанете ко мне по поводу реформы, здравоохранения и так далее. Не сомневайтесь. Я не сомневаюсь. Вопрос вот в чем. Что на самом деле, когда, к примеру, министр, исполняющий обязанности министра, говорит там, что у нас не будет там скорой помощи вот такой, как вы хотите, а будет вот такая, то что должно вообще в стране по-нормальному произойти? В стране хоть какой-то, блин, канал, ну какой-то должен додуматься и сделать ток-шоу, в котором вы обсуждались не весь этот бред, на каком языке говорить и как улицы назвать. Это бред. Рейтинга нет. А обсуждать, обсуждать. Медицина хуже, рейтинги меньше бред. Нет, 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 минутку, рейтинга у вас нет потому, что мамы, мамы, например, они это смотреть не будут, правильно? Поэтому я бы мог прийти и объяснить, чем отличается наша скорая помощь от не нашей скорой помощи, понимаете? Минутку, а вы хотели в Европу? Вы хотели в Европу? Так у вас будет скорая помощь, как в Европе. Или вы хотите как? Чтобы мы все были в Европе, по законам Европы, пенсии, как в Европе, а медицина, как у нас? По скорой помощи уже. Правда, то, что и после медреформы скорая помощь теперь не будет приезжать к детям с очень высокой температурой и людям с очень высоким давлением. Вот тут я прямо вижу, знаете, классическое ток-шоу в стиле шустеровского, когда мы начинаем опрос, типа, проголосуйте, пожалуйста, Жень, должна ли скорая помощь ехать на вызов к ребенку с температурой 30 дней? И 100% проголосуют, что должна, а потом провести беседу, объяснить, какая скорая помощь, что, для чего, как. И тогда посмотрим, сколько они проголосуют. Конечно, это абсолютное безумие. Не реализовав институт семейных врачей, не дав каждому человеку возможность позвонить в любое время ночи. Понятно? Своему, не врачу, врачу же не звонят, как правило, в цивилизованной стране. У врача есть обученные медсестры, которые постоянно на телефоне, которые знают ответы на все вопросы. Надо такого врача, надо таких медсестер, у них должен быть четкий алгоритм действий на все такие случаи. Но пока этого не будет, конечно, нельзя рот открывать при реформировании скорой помощи. Поэтому любую самую лучшую, самую европейскую, самую цивилизованную инициативу могут испортить неадекватные исполнители. Даже если они сами эту замечательную инициативу придумали. Ну так а у нас сейчас как в итоге будет? Потому что это же то, что реально сейчас волнует людей. Алис, а откуда же я знаю, как у нас будет? Я же как бы не очень... Возможны варианты. Варианты у нас всячески возможны. Если уж мы действительно так плавно перешли к реформе, то никто не знает, как будет. Никто. По крайней мере, куча народу делает все, чтобы никакой реформы не было. Понимаете? Куча народу очень в этом заинтересована. Вот, чрезвычайно заинтересована. Вот. Поэтому, да, я вижу, я вижу заговор, определенный заговор молчания, несмотря вокруг команды МОЗ. Я его реально вижу. Понимаете? Я, ну, вот вам пример такой привожу, например. Я помню, как начались куча разговоров про то, как МОЗ ворует на закупках. На закупках. МОЗ у себя на официальной странице написал материал. Девять мифов о закупках. Вот, когда вы вводите вопрос, девять мифов о закупке, открывается только сайт МОЗ. То есть, ни одно информационное знание, и Гордон в том числе. Не, мы только, я помню, что вы новость делали. А я следил, а я следил. Покажу вам послепие. Новость мы помним. Но материал этого никто не процитировал и сделал. Но при этом, буквально вот недавно, начинается история о том, что МОЗ закупил какие-то не те вакцины, опять. Я захожу на сайт МОЗ. Чего же он закупил не те вакцины-то? Нет, нет, подождите. Я захожу на сайт МОЗ, открываю раздел закупки и вижу, что последняя запись в этой статье 30 января. Так может, они сайт просто не обновляют? Правильно, вот и все. То есть, я к чему, они недорабатывают, общество недорабатывает, а людям эта информация... О, как нужно. А люди страдают. А люди страдают из-за отсутствия информации. И каждое не то слово МОЗ, не то. А они очень много говорят не того. Даже они, может, хотят то, а говорят не то. И это не то. Ну вот, буквально вчера. Я вам пример свежий. Буквально вчера, я, кстати, видел, это прошел, даже не обратил на это внимание. Написали, очень уважаемый человек, написал в Фейсбуке о том, что МОЗ разбитила статью про лечение острой формы гриппа. Понимаете, для врача фраза «острая форма гриппа» звучит, ну не знаю, как очень песочный песок в песочнице. В общем, ну не бывает гриппа хронического, он только острый. То есть, это, знаешь, такая дискредитация вообще сайта всего. Ну, самое интересное, что появляется такая запись, весь Фейсбук это отпускает, обсуждает, а на сайте МОЗ как была эта запись, так и остается. А вот это уже бред. Уже надо, если уж вы дури написали, так извинитесь, есть правки в конце концов. Это же за этим надо, вы же дискредитируете себя. Я хочу вернуться на секундочку к вопросу президентства и хочу вас спросить. А вот если бы все-таки вы стали президентом, вот чтобы войти в историю, вы хотели бы что именно сделать, чтобы в учебнике записали вас? Я вам расскажу. Ну, я сразу говорю, я не пойду в президенты. Ребята, убивать меня не надо, я не пойду в президенты. Сами деритесь. Так вот, я вам скажу. Глобальная ситуация выглядит так. 26 назад образовалась наша страна. Мы сформулировали некие принципы, как мы будем жить. Воплотили эти принципы в конституцию страны. Сейчас мы можем подвести какой-то итог. В стране стало на 15 миллионов жителей меньше. Страна погибает. Лучшие люди уехали. И продолжают стремительно уезжать. То, что нам показывают по телевизору, людей с интеллектом туалетного утенка. Реально. Вот мы видим, и они работают в этой стране политиками. Вы понимаете? И мы их сами навыбирали своими руками, и они нас ведут. То есть мы четко. Поэтому, да, я бы, еще раз говорю, ребята, я не политик. Я детский врач. Если бы я строил страну сначала, я бы сделал ее. Я прекрасно понимаю, что я бы, во-первых, сделал день независимости страны. Объявил бы всенародный праздник. Сейчас у нас, кстати, разоборы классные по празднике. Давай к этому вернемся обязательно. Хорошо, Олесенька? Я бы сделал, во-первых, праздник всенародный. Праздник 5 декабря. 5. Знаете, какой день? Вот никто сейчас не знает, что такое 5 декабря. 5 декабря – это величайшая дата в истории Украины. День инвалидов, по-моему, да, международный? Нет, это день подписания Будапештского меморандума. 5 декабря. 5 декабря мировые державы сказали, ребята, идите, мы обеспечим вас безопасность и независимость. Потом те, кто, понимаете, джентльмены. Вот мы вообще говорим США, Россия, Англия – страна джентльменов. Где, казалось бы, слово должно быть. Страна, которая поддержала, то есть страны, которые гарантировали Украине безопасность. Начали выяснять с друг другом отношения, а Украина между этими жерновами теперь попала. Поэтому для того, чтобы этого не было, 5 декабря – это международный день лоха, день развода, день позора, понимаете, когда страна поверила тому, кому никогда верить нельзя. И это наука всей стране, что верить можно только себе, рассчитывать только на себя, на свой труд, на свой интеллект. Если вы делаете все, чтобы интеллект из страны ушел, понимаете, то ничего у вас никогда не будет. Поэтому наша страна – независимое, нейтральное государство. И нам некуда деваться. И те, кто нас собирается спасать, якобы, они пойдут через нас, нас спасая. Я бы сделал так. Я бы сделал три государственных языка. Украинский, русский, английский. Это сделал бы я. Понимаете? Потому что я точно знаю, что под крики «Украина-едина» делают все для того, чтобы страна закончила свое существование. Хорошо тырить бабки. Даже не в бабках дело, Олесь. Есть проект. Прекрасная идея. Независимое государство Украина. И я ее люблю. Я всю жизнь живу в этой стране. У меня нет никакого другого гражданства. Хотя в этой стране у меня нет ни одного кровного родственника. Понимаете? То есть все уехали, все данного. Я здесь, потому что я пообещал своим пациентам не уезжать. Я здесь. Я несу этот крест. Хотя могу сидеть и писать в любой стране мира. Понимаете? Но я фиксирую на этом внимание. Каждый человек, кто сейчас в такое страшное время пытается разделить украинцев, разделить, выбирая памятники, выбирая на каком им языке говорить, каких певцов слушать. Каждый такой человек, которого вы увидите перед собой, это враг Украины. Настоящий подлинный враг. Когда человек из Львова, сидя в Киеве, рассказывает, как мне в Харькове назвать улицу, это убийство моей страны. Убийство. И это надо немедленно прекратить. Не может Украина встать и улететь в Австралию. Или в Новую Зеландию. Не может. Она будет здесь. И рядом с нами всегда будет Россия. Понимаете? Хотите вы этого, не хотите, она будет рядом. И этом вы должны этот вопрос обсуждать. Понимаете? Я вам честно скажу, я плакал после того, как я... Для меня это было самое большое потрясение последних лет. Инаугурационная речь нашего президента. Я плакал. Я понял, что ни о каких компромиссах, ни о какой попытке договариваться, речь не может идти в принципе. Они будут здесь, пока будет война. Ничего другого они не хотят. Они хотят, чтобы было именно так. Понимаете? Чем нас будет меньше, тем им будет лучше. Это так. Это абсолютная правда. Ну, нельзя относиться к людям... Говорите не о медицине, а об идеологии. Ну, ребята, ну это... Ну, нельзя относиться к людям, как к быдлу. Ну, нельзя. Ну, не может врач, врач сказать пациенту, я тебя буду лечить по-новому. Так не бывает по-новому. Понимаете? Бывает, когда ты говоришь, я тебя буду апелировать. Или, дорогой, я не могу тебе помочь. Или, дорогой, нам надо операция. Или, нам надо заработать на это лекарство. Или едет в ту страну. Понимаете? Самое интересное, что все это происходит абсолютно везде. А везде мы не одни так. Вот я приезжаю в Баку. Из Баку. Вот я только вернулся из Баку. Вы где лечитесь? В Турции. В Узбекистане. Я вот месяц назад. Вы где лечитесь? В Корее. А мы где лечимся? А мы бы рады где-нибудь лечиться. День, а нет. Пустите лоукосты, чтобы мы хоть долететь куда-нибудь могли. Хорошо. Скажите, ну, возможно, хоть какие-то условия идеальные, при которых вы готовы были бы возглавить Минздрав? Нет, я вам объясню. Еще раз. Я же объективно все оцениваю. Для того, чтобы реформировать МОЗ, нужны три вещи. Всего три вещи. Профессионалы. Раз. Очевидная вещь, да? Так. Деньги и закон. Всего три. Я на следующий буквально... И руководитель правильный. Не-не. Ну, поймите, если есть закон, если есть закон, любой руководитель правильный. Я через неделю после Майдана написал в Фейсбуке о том и разместил. Это все можно поднять и посмотреть. О том, что главный реформатор в стране – это министр внутренних дел. Если в стране не будет порядка, надо быть абсолютным идиотом, чтобы в осуществе порядка. Когда я сейчас выйду на улицу, и мне сейчас начнут тут бить морды и кричать, что доктор... Вы поймите, для меня это такое потрясение, когда доходит до того, я получил... У меня полтора месяца назад был день рождения. Я получил около пяти тысяч поздравительных писем. Каждая из трех писем в двух была фраза. Доктор, берегите себя, осторожно, не связывайтесь и так далее. Вы понимаете, у меня впечатление такое... История с профессором преображается. Я все время ощущаю, что я живу, что вокруг меня швондорщина, классическая швондорщина. Что я каждый день жду, что сейчас простучится в дверь и скажет, мы к вам, доктор. И вот по какому делу. И я знаю, по какому делу. Они мне сказали, доктор, заткнитесь, не мешайте нам деньги пилить. Понимаете, не мешайте. А денег там сколько? Господи, там сгульки нос, понимаете, уже на эту медицину осталось. Вы же, мы же украинец. Он не может... Казалось бы, ну, жители Украины. Они вообще должны у них с математикой. Я вообще нормально, все. Вы еще считать, ребята, умеете? Ну, говорят вам, 14 миллиардов долларов дали на здравоохранение. Ну, говорят, 14... Ну, поделите 14 миллиардов до 40 миллионов. Получается 370 гривен на человека. Да? А так что? И сказали при этом, что семейный врач будет получать 370 гривен. А на что, на все остальное уже деньги они дадут? Ну, не сходятся цифры. Хоть вы меня стреляете. Поэтому я и говорю вам, что вы можете что угодно декларировать. Можете идти куда хочешь. Как я могу... То есть, если идти реформировать МОЗ, изменять МОЗ. То, во-первых, профессионалы все уехали. Но их просто нет. Их очень мало. Почему? Если врач может лечить по-европейски, зачем он будет работать здесь? Объясните мне. Мы создаем врачей, которые для того, чтобы куда-то уехали, должны там переучиваться, задавать экзамены. Я много раз задавал вопрос. Какой смысл иметь медицинский институт, который делает врачей, которые не могут работать ни в какой другой стране? А смысл очень мудрый. Потому что если бы наши выпускники признавались всем миром, они бы не работали здесь, а работали там. И поэтому здесь не будет врачей, пока здесь врачи не будут такие же обеспеченные, как там. Не хотите ездить на Мерседесе? Заплатите за Мерседес. Хотите получать нормальное цивилизованное европейское лечение? Заплатите врачу столько, сколько надо. Не вынуждая его продавать фуфломицины, получать откаты от аптекарей, перепродавать лекарства, придумывать вам болезни. Вас же, ребята, вас оперируют, когда не надо оперировать. Вам придумывают болезни, которые нигде в мире нет. Когда я это рассказываю, то куча же моих коллег кричит, ааа, комаровский шарлатан и так далее, и так далее. О чем я могу разговаривать? Я, который прошел в этой медицине через все, который со смертью игрался 20 лет каждый божий день. О чем я могу спорить? Поэтому я прекрасно знаю. Я их сейчас не трогаю. И то, хотите вы куда-то пойти, зайдите, почитайте комментарии. Все. И вам перехочется с ними связываться. Поэтому я весь свой электорат разбил на две категории. На тех, кто хочет, чтобы я ему помог. И если кто хочет тонуть, я не буду мочить ноги и кидать ему круг. Я его дам тому, кто хочет. Поэтому я учу вас, вас, мам, выживать в стране, где нет адекватной медицины, пока они реформируют. Все. Процитирую вам вас опять, умного человека. В интервью с Данью Гордон вы сказали, хотите что-то изменить, любой государственный чиновник должен лечиться только в Украине и только украинскими лекарствами. Ездить только на наших автомобилях и ходить только в наших ботинках. И носить наши часы. Идеальная формула, я считаю. Вот вы не планируете, я не знаю, флешмоб какой-то запустить на эту тему? Мы и другие СМИ, я думаю, поддержат. Нет, флешмоб-то все поддержат, толку никакого не будет. Ну, вы понимаете, я уже перерос эти театральные активности, правда. А вдруг приведет к какому-то решению, смотрите. Я могу привести к какому решению. Например, завтра, к примеру, у условного заместителя, вице-премьера, у условного, да, будет прободная язва желудка, да, и он не полетит куда-нибудь, а его прооперируют здесь. После этого ему начнут капать антибиотики наши. Он там, допустим, они оказываются неэффективными, он умрет от перитонита и скажет, этого человека убил кто? Комаровский. Поча, если бы он не кричал, что лечиться всем надо здесь, его бы спасли. Это же какой человек был? Представляете, сколько наше государство потратило деньги, чтобы вырастить такого ценного кадра? Поча, когда здесь умирают врачи, программисты, инженеры, это же не ценные кадры. Ценные кадры эти те, которых политики раскрутили, по телевизору показали, на нужное место поставили, вот это кадры. Но они не понимают, они же сами не понимают, что когда его прихватят, прихватят, и он в больницу приедет, то кадры могут и не успеть правильно все сделать. Я не понимаю, почему в Турции может быть современная больница, а в Украине нет. Украина... Вот возьмите вам пример стоматологии. Наша стоматология не хуже американской. Почему? Потому что все по-честному. Но более того, сюда как раз едут стоматологический туризм, и дешево и хорошо. Знаете, у меня есть друг, который ничего не лечит и даже не пытается. Он прекрасный специалист по ультразвуковой диагностике. Вот он там, женщина, от щитовидки до гинекологии, всю с ногу до головы посмотрит за 15 минут, и когда я выясняю, а сколько это стоит? Он просто женщин любит. Да, любит. Это отдельный анекдот. Значит, поскольку он все время смотрит женщину вагинальным датчиком, вы бы посмотрели эту картину, когда ему говорят, Саша, ты где? Ему нельзя спрашивать. Руки в тепле. Так вот, я к чему, собственно, это я расскажу. Только когда я выясняю, сколько это стоит, и сопоставлюсь, сколько это стоит там, то тут я представляю, какой может быть медицинский туризм в Украине? Только на золотых руках и глазах наших диагностов. Вы понимаете? Только на это. Только перестаньте красть, оставьте нас в покое, прекратите нас контролировать, дайте людям работать нормально. Вы понимаете? Я через год после того, как стало, у нас как бы Байдан победил, имел неосторожность на машине поехать в Европу. Когда я приехал к польской границе и увидел в июльскую жару, в июльскую жару, трехкилометровую очередь с детьми, с полностью обгаженными вообще всеми лесами вокруг, с мальчиками, которые там продавали холодную воду за какие-то деньги и так далее. Как же они нас ненавидят? Вы понимаете? Ну как? Как же можно так унижать своих людей? Ну как это? Я бы сказал, господи, можете поставить веб-камеру? Вот я бы, был бы я президентом, да, я бы сказал, мне веб-камеры, всех таможен, чтобы я видел, что там творится, да? Слушайте, какие же вы... Ну что, можно же видеть то, что не надо. Да, вот поэтому надо, чтобы ему было хорошо. Он ездил, я сказал, как нам стало лучше, как каждый день вся жизнь улучшается. Каждый день, ребята, поэтому, поэтому у меня есть большие сомнения. Большие сомнения в наших перспективах. Причем можно делать простые и понятные шаги. Понимаете, простые и понятные шаги. У нас все шаги, простите, делаются через задницу. Если гаишники вымогают деньги, давайте разгоним гаишники. Если СС вымогает деньги, давайте разгоним СС. То есть не сделать службу лучше, не дать людям зарплату достойную. Нет проблем. Достойную, да, зарплату, чтобы они держались за свои места и не вымогали. Все. Поэтому, когда я так понимаю, я так для себя понимаю, что успех грузинских реформ во многом был связан тем, что американцы взяли на себя финансирование полиции. И поэтому у них получилось. Все. А у нас мы сами финансируем, плюс половину украдем, наверное, поэтому ничего у нас и не получается. Вы изобрели новое лекарство, которое назвали фуфломицин. Что это за лекарство и от чего оно лечит, где его купить можно? Их полно. У нас 80% рынка лекарств фуфломицин. Ну, смотрите, есть две проблемы глобальные. Есть лекарства, которые никого не лечат. Ну, вообще. Ну, то есть, вот они, ну, там, ну, например, там, вы можете сколько угодно. Ну, пакет. Ну, например, хорошо, ну, там, там, волевьянг. Так. Или, там, оксалиновая мась. Ну, понимаете, я не могу называть коммерческие бренды. Ну, я потом с ними судиться буду. Зачем они мне нужны? Ну, действующее вещество может быть. Ну, вопрос не в действующих веществах. Вопрос в том, что большинство вот этих всех травок, всякой фигни и так далее, но оно не работает. Ну, препараты противовирусные средства, интерфероды для капания в нос или для засовывания в задницу, иммуностимуляторы, вся гомеопатия, большинство отхаркивающих средств, большинство сосательных таблеток, большинство, большинство, все это не работает. Я уже не говорю, почти все, что делается, якобы, для печеночки, поддержания печеночки, не работающие лекарства. Большинство там препаратов, чтобы лучше работал кишечник, это все развод. Бактерии? Полный развод. Все, вот эти пробиотики. Есть там буквально две-три позиции работающие по доказательной. Все остальное полная фигня. Далее, это первое. То есть это продается, вы это покупаете. Более того, если вам это не назначат, вы скажете, боже мой, что это за... Плохой доктор. Плохой доктор, да. И доктор обязательно назначит вам это. Второе, есть реальный фальсификат. Реальный фальсификат. Ну, то есть, условно говоря, я вижу человека, у него ангина, я назначаю, условно говоря, антибиотик, ампицелин, он не работает. Человек покупает антибиотик, ампицелин в другой аптеке, он работает. Все. Ну, то есть, я прекрасно понимаю, что перед этим, но вопрос же тут, сложность еще не только в том, что оно, я лечу дольше, чем надо. Этот же человек приходит меня убивать. Он же говорит, доктор, вы нам назначены, нифига не помогает. Я когда-то рассказывал, я одному человеку три раза назначал мазять чесотки. Три раза. Прям классическая чесотка, вот детям показывать, студентам, как выглядит чесотка. Человек чешется всю ночь, намажьте, вот вам препарат называется бензил, бензаат. Вот вы должны намазаться, к утру все пройдет. Он мажется, к утру не проходит. Он мажется, я говорю, купил во второй аптеке, покупает, мажется, не проходит. Приходит реально, говорит, доктор, это не чесотка, пока мы купили третий, и он проходит. Понимаете, так что, а как можно работать? Я все время рассказываю, уравнение с тремя неизвестными. Уравнение, мама непонятна вообще, будет она делать то, что ты говоришь, леди, то есть для педиатра. Мама непонятна, данные из лаборатории непонятны, и лекарства. Я не хочу никого лечить. Это покиминал. Вся работа слепую. Все, да, да, да. Но, простите, Витя, пожалуйста, когда ко мне приходит женщина с ребенком, у которого лейкоз, и рассказывает, они просто приходят, это мои знакомые, я не лечу лейкоз, и рассказывает мне, у нас было два курса химиотерапии. Один курс мы перенесли страшно. А второй раз, представляете, доктор, капали то же самое лекарство, ничего не было. Машенька вообще не мучилась и не рвала. И так хочется сказать, послушайте, такого не бывает. Второй раз тоже должна была мучиться и рвать. Это вы воду ей капали за тысячу долларов в флакон. Понимаете, воду, которая вам попала. А вот эти разговоры про то, что это лекарство вы должны купить только в нашей аптеке. Вот я вам сейчас рецепт напишу, вам скидочка будет, что это материальный контакт, то есть материальная зависимость врача и фармацевта, врача и работника лаборатории, это абсолютный криминал. Почему нельзя начать с этого? Но если начать с этого, врачи с голода умрут. С чего надо начать? Врач должен. Понимаете, вот взять ту же реформу. Если получится, то есть если семейный врач сможет зарабатывать в месяц честно, лечить как положено, и зарабатывать свои полторы-две тысячи долларов, да-да-да, вот так полторы-две тысячи долларов должен получать в месяц семейный врач, и не меньше. А сможет после реформы зарабатывать врач столько? Ему будет безумно сложно. И такие будут, но их будут единицы. Так вот, если бы это было массово, тогда бы, тогда бы. Куча врачей, которые сейчас ездят в скорой помощи, сидят, подписывают бумажки, сидят, перекладывают на кафедрах. Они бы все нафиг побросали, и пошли бы семейные врачи, учились бы на курсах. И реально возник бы рынок, рынок семейных врачей. И мы бы тогда действительно смогли выбирать из кого-то. Но не сделав шаг А, не дав людям возможность, честно, работая, заработать такие деньги, мы диск полный. Поэтому вы будете говорить, что это команда, что-то там убила, ничего неправильно сделала. Идея хорошая. Без денег – пшик. Ничего не получится. Денег. А теперь сравните, допустим, сколько денег выделено было на медицину в 2012 году и сколько сейчас. И, кстати, уесть у этой, у этой реформы даст возможность выжить, выжить и единичным, хорошим врачам. Главное, чтобы пациентам дало возможность выжить. Обеспечить безопасность пациентов обеспечивает не МОЗ. Безопасность пациентов – это правило игры в стране. У нас в стране, когда ты платишь налоги, ты относишься к государству как к человеку, который просто хочет украсть твои деньги. Понимаете? То есть мы выстроили за 26 модель, когда мы страшно, безумно, мы все любим нашу родину, нашу любимую землю, тех, кто нас окружает. Но мы ненавидим государство. Мы ненавидим этих людей, которых нам показывают. Понимаете? Эти люди, которые должны нас лечить, учить, мирить, защищать. Посмотрите, давайте, мы просто перестали думать об совершенно очевидных вещах. Вот смотрите. 26 лет, нет, 23 года Крым был в составе независимой Украины. Каждый житель Крыма платил налоги на милицию, на СБУ, на армию. Каждый человек платил деньги, по-чести, платил страховку за то, чтобы его защищали. Государство выполнило свое обещание. Кто виноват? Крымчане? Крымчане виноваты, если их бросили. Государство, которое их обмануло. Дальше что? Вы хотите, чтобы что-то изменилось? Давайте же договариваться, давайте объяснять все это. Перестаньте, чтобы артиста угоняете. Посмотрите, кого гонять-то надо. Вы понимаете? Просто когда, пока они с упоением гоняют артистов, можно не воров. Отключение внимания на негодный объект. Не тех, кто рубит лес, простите, засирает наши реки, издевается над нашими инвалидами, создает специальные очереди, ворует все. Мы не этих людей гоняем. Понимаете? Нам важно, что этот человек не должен тут петь. Это вы считаете, это то, на что страна должна тратить свои силы? Евгений Олегович, вот у меня такой, пользуясь случаем, очень практичный вопрос, потому что вы сказали, 50% подделки, лекарств, подделок на украинском рынке. У тех, у кого есть возможность, я сама знаю хорошо эту ситуацию, покупать за границей лекарства, они везут для всей семьи. Но очень у большого количества людей такой возможности нет. Так вот, практический совет, это же игровить со смертью. Как отличить фальсификат от нефальсификата? Как купить настоящее лекарство в Украине? Смотрите, первое. Надо покупать, во-первых, известные... Прежде всего, надо минимизировать список лекарств, которые должны использоваться в домашних условиях. Это первое. И это самое главное. Потому что, опять-таки, если я говорю о детях, то такие вещи, как парацетамол, ибупрофен, свечи глицерином, раствор ксиламетазолина, базовые вещи, они, как правило, бывают нормальные, особенно если они наши. Наши намного дешевле. То есть нашего украинского производства. Да, они намного дешевле. Там могут хуже качества быть красители, ароматизаторов, там хуже упаковка, но их менее нет такого смысла подделывать и фальсифицировать. Я это 100% вижу, что оно реально... Но дальше. Если вы реально купили своему ребенку жаропонижающее средство, и оно помогло, помогло, вы видите явный эффект, бегом куда? В эту же аптеку. Посмотрели на срок годности? Купите. Так, а так и так? Точно так же надо. Когда с... Это же не только с одеждой. Не только с лекарствами. С детской едой то же самое. Послушайте меня. Вы купили упаковку одноразовых подгузников, и ребенку с ними хорошо. Срочно, срочно закупайте эту же серию, эту же партию. Она наверняка, наверное... Я же вижу, когда ребенок получает вот эту молочную смесь. Все нормально. Нормально. Он только живет во Франции. Он приезжает сюда, а перед этим звонит и говорит, у вас такая-то смесь. Есть в продаже? Да, есть. Приезжает он из Франции сюда, покупает эту смесь. У ребенка весь обсыпанный с ног головы. Приходит посылка с такой же смесью и в Франции. Сыпь проходит. Все хорошо. Так мы так и учимся жить, ребят. А как иначе? Извините. Мы все так... Так вот поэтому я не могу никуда уехать. Потому что то, что знает педиатр в Украине, совершенно не нужно. Понимаете? Ну, не будет финский педиатр рассказывать о том, что не надо детей спиртом и уксусом растирать, что парить ноги не помогает, а за это вообще надо родительство решать. Понимаете? Только финский педиатр, если мама к нему придет без папы, он сообщит в социальную службу, что это семья балахманная. Понимаете? А вы от политиков слово ребенок когда-нибудь слышали, за исключением тех случаев, когда они ленточку перерезают. Когда люди собрали и сделали. Понимаете? Нет. Потому что это не ваша тема. Это не ваша тема, что в школах творится. Ребят, 21 век на пороге. Дети не движутся. Дети сидят, уткнувшись в гаджеты. Понимаете? А наша тема наркотиков в стране. У нас же, знаете, кто главный распределитель наркотиков, по мнению нашей милиции? Доктора. У нас же главное сделать все, чтобы от врача он к больному не попал в наркотик. Вы понимаете? Это же какая мерзость. Просто, понимаете? Я вот думаю там, ну послушайте, я врач, у меня есть печать. Мне государство, государство Украины выдало диплом врача. Если я считаю, я врач считаю, что этому больному необходима обезболивающая. Я на прицеп вставлю свою печать, подтверждая, что это сделал я. Почему я должен 150 раз согласовать это все? Почему? Это моя ответственность. Я готов ее нести. Дайте мне, уйдите от меня, не мешайте мне помогать людям. Нет, этого делать нельзя. Кстати, по поводу онкологии. Вот многие врачи в кулуарах говорят, что и от онкологии, и от ВИЧ лекарства уже давно найдены, но они никогда не попадут на рынок, потому что есть огромные фармацевтические мировые гиганты, которые просто станут банкротами. Это правда? Нет, нет, нет. Смотрите, как раз ВИЧ, возьмем тему ВИЧ. С ВИЧ все понятно. Есть совершенно конкретные лекарства, которые позволяют контролировать вирус, не дают ему размножаться, и поэтому люди ВИЧ-инфицированные сегодня живут столько же, а и надо и дольше, чем не ВИЧ-инфицированный. Никаких проблем нет. По онкологии с детской большие проблемы, со взрослой, своевременно выявленной. Есть по каждому варианту рака, по каждому специфические схемы, специфические протоколы лечения. К этому всему у страны клинический должен быть доступ. Но я вот, например, куча стран, например, Молдова, к примеру, или Армения, входят в особую программу финансирования, им помогают покупать качественные вакцины. А Украина в эту программу не входит. Я общаюсь с представителями ВОЗ, а почему? Они говорят, а потому что мы уже много раз совались в ваш ВОЗ, не в этот, а в тот, прогрессивный, хороший. Нам говорили, идите, не надо нам, чтобы вы сюда вакцины завозили, мы сами покупать будем. И так далее, и так далее. И куча всего такого, куча всего такого. А вот по поводу медреформы, вот то, что очень хорошо по интернету разошлось, как только проголосовали, сразу же выбросили приз Куранцен, когда там разные операции. Ну, это же бред. Ну, помните, там, самое дешевое, вырезать камень из желчного пузыря 50 тысяч гривен. Что это? И действительно, кто за это должен платить? Нет, вопрос не в этом. Вопрос в том, кто это распространил. Вот вопрос в том. Это абсолютный бред. Понимаете, операция, во-первых, камень из желчного пузыря, это ургентная медицина. Ургентная. Ургентная медицина не может за нее платить. Нельзя. Если от медицинского вмешательства зависит жизнь человека, это всегда бесплатно. То есть по этой реформе любая операция вот такая, она будет бесплатна? Не любая, а любая неотложная операция. Понимаете, неотложная. Если у вас острое ущемление геморроидального узла с кровотечением, понятно, да, то вас немедленно прооперируют. Но если у вас этот геморрой проявляется раз в неделю, то запишитесь на плановую операцию, заплатите деньги, и все будет нормально. А цены вот такие, как озвучены? Этого я не знаю. Извините, я вообще сомневаюсь, что эти цены имеют хоть какое-то отношение к МОЗу. Послушайте меня. Я часто привожу этот пример. Часто и очень часто. Если вы приходите к врачу, и врачи выписывают вам лекарства, и 80% лекарств никому не нужны, и вдруг сейчас возьмут и внедрят протоколы, куда эти лекарства не входят, то эти лекарства же не купят. Не купят лекарства на кучу миллиардов долларов. Послушайте меня. Если в этой поликлинике есть аптека, и каждый выходящий из кабинета врача идет только в эту аптеку, иначе врач с вами дело иметь не будет, да. И если там врач прекрасно понимает, что это аптека вечером, или в конце месяца каждому врачу разносит, и за счет этого они живут, и вдруг мы говорим, лекарства по протоколу бесплатно, вся остальная вещь, делайте, что хотите. Пример элементарный. Есть? Ну просто возьмите и сделайте. Не надо запрещать лекарства. Не надо. Ну условно говоря, если есть вот препараты для лечения, там, болезней сердца. Вот они. Вот есть список, утвержденный всемирно реализацией здравоохранения. Давайте сделаем так, чтобы лекарства в этом списке, они таки были с максимальными скидками, вообще без каких бы то ни было налогов. Но, если вы хотите лечиться карвалолом, валидолом, волокордином и прочим бредом, над которым весь мир смеется и говорит, как это можно, то пусть эти лекарства стоят в 10 раз дороже. На них акциз. На них. И за счет того, что вы будете получать препараты для печеночки, и покупать дураки за огромные деньги. Но эти огромные деньги мы куда пустим? На нормальные лекарства, которые реально работают. И любая бабушка, которая 10 лет сидит на карвалоле с валидолом и пройти не может, потому что у нее дышка, а ей назначат нормальный современный препарат, контролирующий давление и ишемическую болезнь, и она почувствует себя лучше через неделю. И скажет, боже, какая я была дурна, что я вот это лечилась, вот этим бредом. И она тогда поймет, только соберите этих бабушек, расскажите им, как все это работает, объясните. А вы же не хотите с людьми разговаривать. Евгений Олегович, много вопросов, очень мало времени. Очень хочется все спросить. Как вы относитесь к тем родителям, что бы вы им сказали, которые отказываются делать детям прививки? А я уже с ними не разговариваю. Я еще раз, хватит, ребят, хватит. В Украине рождается, допустим, 30 тысяч детей в месяц, 360 тысяч в год. Если бы не прививали от кори, 360 детей каждый год умирали бы от кори, и примерно пару тысяч становились бы инвалидами, слепыми, глухими и так далее. Вы хотите вернуться в эти времена? Значит, мы запустили естественный отбор. Все. Больше всего мне нравятся разговоры про жуткие индийские вакцины. Понимаете? Это меня просто убивает. Понимаете? Вы понимаете, что такое Индия? Что такое Индия? Страна, которая летает в космос, имеет ядерные и космические вооруженные силы, заполонила весь мир программистами, химиками, биологами, но при этом вакцину они сделать не могут. Серум Институт Индии, который делает вакцины, их препаратами две трети всех детей в мире прививаются. Но жители Украины, конечно же, выше этого. Вы хотите другие вакцины? Вы хотите отцеллюлярные вакцины, от Коклюша? Ребята, за ними очередь. Очередь. Нормальное государство должно записаться, встать в очередь, купить. Тогда будет все нормально. А увеличилась ли угроза эпидемии в Украине в связи с тем, что идет война и есть зона АТО? Ну, конечно, увеличилась. Во-первых, хотя бы потому, что туда уходят огромные средства. Это раз. Во-вторых, что информационное поле, например, занято не школой доктора Комаровского, а войной, например. И считается, что эти вещи несовместимые, наверное. Понимаете? И так далее, и так далее. Конечно, конечно, да. И опять-таки, еще раз фиксирую внимание. Если бы не было войны... Какие болезни в зоне риска самые? И сейчас больше всего я боюсь дифтерии. Буквально каждый божий день. Особенно с учетом того, что ее нечем лечить. Это просто катастрофа будет. Не дай бог. Я просто боюсь. Я просто знаю, что это такое. Это все через мое сердце прошло. А у нас нет сыворотки? Сыворотки нет и не будет. Откуда она возьмется? Откуда она возьмется? Не, у меня в холодильнике лежит доза на одного ребенка. Под Киевом сейчас торжественно открыли, начали строительство могильника для ядерных отходов. Поздравляю вас. Как вы к этому относитесь? Я плохо к этому отношусь. Но, тем не менее, а что, у меня кто-то спросил? А что, это было в программе какой-то партии, которую мы выбирали? Мэр Киева говорил о том, или губернатор Киевской области, они обещали это своей предвыборной кампании. Потому что, ребята, когда вы опять пойдете выбирать, вам абсолютно плевать, что они будут говорить. Вам будет интересно, как они расскажут, как они подерутся в прямом эфире, что они вам пообещают, на каком языке они будут в вами разговаривать. Это для вас важно. А пусть, просто поэтому я и говорю о том, что, когда мы выбираем кого-то, он должен четко говорить конкретные сроки. Если я, условно, я должен сказать, стану президентом, то через год, через год, в любую станцию метро можно будет заехать на инвалидной коляски. Вот, вот, чтобы быть. А если этого не будет, я подам в отставку. Вот это конкретная программа. Всем понятная, понимаете? Всем понятная. Если, если вы, если вы, я вот иду в мэр Киева, ребята, если хоть в одной школе, хоть в одной школе обнаружат продажу наркотиков, это директор школы, это дядя, который курирует эту школу, а там и так далее, и так далее, и так далее, дайте конкретные обещания. И, кстати, медицинская реформа может быть разбита на кучу понятных простых шагов, понимаете? И они могут быть выглядят конкретные завещания. А завещания, вот боюсь, что даже не обещания, а завещания. Вы 10 лет работали в детской реанимации. Почему там докторам не говорят спасибо? Ну, во-первых, они же никого не выписывают домой. Это раз. Во-первых, в те времена, когда я там работал, было совершенно не принято пускать родителей в реанимацию. Сейчас пускают, они, может быть, хоть видят, что там вообще происходит, через что ты проходишь, что это такое каждый день со смерти. Ну, мне даже страшно об этом вспоминать. Хотя я очень благодарен реанимации. Меня, например, реанимация научила правильным отношениям с государством. Хотя тогда были другие. Я вот, например, за всю свою жизнь от государства заработал, ну, в качестве награды, да, получил 10 рублей в советские времена. В советские времена у меня было 10 рублей премия. Премия. Премия, да, да. Это 10 рублей за спасение 14 детей. То есть 14 человеческих жизней были оценены нашей страной, Советским Союзом, в 10 рублей. Сейчас это еще меньше стоит. В 21 год вы пережили клиническую смерть. Что это за случай был? Я работал в реанимации медбратом. Там стояла такая... Причем, все, кто меня спасал, они, возможно, сейчас даже смотрят нас по телевизору. Ну, потому что это мои друзья. Там стояла кварцевая лампа. Ее надо было включить и надо было подвинуть. Ее замкнуло на корпус, а я за нее взялся. И, ну, это мертвый круг, две руки через сердце. И, ну, в общем, короче, когда я умер и падал, руки не разжались. И эта лампа упала на меня и выдернулась из розетки. Ну, поскольку это было прямо в отделении реанимации, то набежала куча народу. Пару раз трахнули по грудине. Сердце завелось. Сказали, Женя, вставай, там надо капельницу ставить. Я пошел ставить капельницу. А вы видели уже, что там вы уже куда-то... Ну, они сказали мне потом, что когда они прибежали, то сердцевик пульса не было. Но вы ничего не помните? Я не помню, нет, я не помню. Я просто знаю, что я пришел домой тогда. У меня после этого там на пальце был страшный ожог. Это был, ну, вход тока. Я пришел домой, а жена говорит, что это у тебя? Ну, не буду же я ей рассказывать, что я тут умер ночью. Это я к тебе пришел, там все такое. А потом, значит, вечером перед сном она говорит, что я что, током трахнула? А я говорю, откуда? А оказывается, у меня на спине, на лопатке обугленный выход. Она же тоже доктор у вас. Она же тоже доктор. И у нас как раз недавно мы по судебной медицине изучали признаки покойника, который погиб от воздействия электрического доктора. У доктора всегда есть рецепт. Я хочу спросить ваш рецепт окончания войны украинской уже быстрее. Поймите, украинская война – это война верхов. Это не война российского и украинского народа. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Как заставить Путина уйти, наконец-то, из Украины? Послушайте меня. Заставить Путина уйти из Украины может только тот украинский политик, который будет с ним разговаривать. Понимаете? Разговаривать. Что бы вы ему сказали? Вы знаете, я даже моделировал себе ситуацию, которая могла бы работать, как «любовь спасет мир». Я думал, вот если бы Владимир Владимирович влюбился, жутился бы на молодой, а она бы оказалась фанаткой доктора Комаровска. Мы бы с ним договорились тогда. А есть шансы такие, скажите? Да. Это надо у него спросить, извините, не у меня, не у меня. Нет, нет, нет. Я вам скажу другое. Я все равно хочу сказать, что от этого явно никто не получает удовольствия. Взрослые хлопцы намерились, уже я рассказывал об этом вот писюнами, вот, и они, примерно, все время каждый думает, что у него больше. От этого страдает куча реальных людей. Женщин, детей. Мы занимаемся, мы живем все. Знаете, мы радуемся, что это случилось. Мы смотрим по телевизору на беды и страдания, понимаете? И мы думаем только, вот хорошо, что они с нами, понимаете? Вот хорошо, что они не понимают, что со мной, но как-то постепенно я начинаю привыкать к войне, и за соседской бедой мне главное, наверное, что смерть пришла сегодня не ко мне. Вот это наша жизнь сейчас, вы понимаете? И я хочу услышать от кого-то хотя бы слово надежды. Слово. Не о том, что наши танки будут маршировать по Красной площади, а надежду. Реальную. Что мы должны сделать, чтобы этот беспредел закончился? Конкретно. Я четко знаю, к нам вернутся все, когда мы перестанем воровать, когда мы перестанем выбирать туалетных утяг в правительство. Когда наши вернутся, те, кто нас сбросили. Когда эти мои люди, мои пациенты, которые поувозили из этой страны по трое, по четверо детей, захотят, чтобы они были гражданами этой страны. Чтобы Украина стала центром медицинского туризма. Чтобы страна, эта страна идеальная по своему расположению. Да здесь, да Борисполь должен стать международным хабом, куда будет летать со всего мира и так далее, и так далее. Вот путь нашей страны. Дороги, все остальное. Торговля. Господи, что еще надо? Я вернулся из Ташкента. Они говорят, а что в Ташкенте? Почему? Они говорят, в Ташкенте раз в неделю землетрясение. А рядом, в Бухаре, в Самарканде, нигде землетрясений нет. А что так? А что ж тогда вот тут такое развитие? А что тут 4 миллионочек, а там только полмиллиона? А потому что здесь пересекаются дороги. В Китае, в России и в Казахстан. И поэтому мы торгуем. Как в Украине сколько дорог пересекается? Только мы сделали все, чтобы дороги шли вокруг. Хочу закончить на позитиве. Последний вопрос. Одна девочка в Фейсбуке, девушка красивая, судя по аватарке, написала. Я бы хотела жить с ним, пока моим детям не исполнится 20. Дайте ей ваши контакты. Послушайте меня. После того, как вашим детям исполнится 20, вы тут же станете бабушкой и опять захотите жить со мной. Поэтому расслабьтесь. Не надо списываться, что Комаровск. Спасибо. На здоровье. Текстовая версия интервью с Евгением Комаровским читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера.